Теперь решим вторую задачу. Во-первых, так как мы собираемся хранить свои данные, они работают системными, то нам, по сути, нужно придумать структуру хранения данных. По факту нам нужен ID секции и массив данных. ID секции для хранения наших данных будет AcademyModule D7. А в секции мы положим два элемента с ключами Install и Uninstall. Перейдем к коду. Реализацию кода я бы разбил на две части. Это изменение данных и, собственно, показ данных. Изменение данных мы будем производить в файле local-module-academy-d7-install-index.php. Получаем объект класса Configuration. Здесь мы используем всегда не полный namespace и объект сохранили в переменную, так как нам он нужен будет несколько раз. Далее с помощью метода get получили значение секции AcademyModule D7 и поместили в перемену AcademyModule D7. Там у нас хранится массив из двух элементов. В одном элементе значение количество установок модуля, а в другом количество удалений. К ячейке с ключом Install добавили единицу, то есть счетчик увеличили на один. И с помощью метода add весь массив мы сохраняем в секции AcademyModule D7. Прошу обратить внимание, что чтобы наши изменения вступили в силу, мы должны использовать метод SaveConfiguration, который сохраняет наши изменения. Если мы его не будем использовать, то наши изменения не будут сохранены. Аналогичным образом реализуем функционал в методе doUninstall. Также получаем значение секции AcademyModule D7, увеличиваем значение ячейки Uninstall на единицу, заменяем содержимое секции и сохраняем наши изменения. Теперь нужно реализовать вывод актуальных значений. Так как мы договорились вывести информацию в конце процесса установки и удаления, то соответствующий процесс уже произошел, и нам нужно вывести обновленные данные. Файл Install.step.php и Install.unstep.2.php для установки и удаления, соответственно, вводятся после того, как мы внесли изменения файла setting.php. Следовательно, реализуем получение вывода данных в этих файлах. Сначала установка. Код аналогичен тому, как мы получили значение кэша. Получаем также значение секции AcademyModule D7 и заносим в переменную InstallCount. А ниже, используя методы старого ядра, шов-месседж класса C-AdminMessage, вводим сообщение с указанием количества установок. Как видите, у нас языковая перемена, содержащая некий поясняющий текст, к нему добавляется количество установок, которое лежит в элементе массива с ключом Install. Тип сообщения OK. И аналогичный код реализуем при удалении файла uninstall.step.2.php. Также получили значение секции AcademyModule D7 и вывели его. Единственное отличие – значение берем из элемента массива с ключом uninstall, то есть нас тут интересует количество удалений. Теперь идем и устанавливаем наш модуль. Как видим, нам было выведено сообщение с количеством установок. Удаляем модуль. Аналогично на втором шаге вывелась данная информация. Пойдемте в файл suring.php. Как видим, у нас тут автоматически была создана секция AcademyModule D7 и в ней есть два параметра – install и uninstall, которые, собственно, и содержат значение количества установок в удалении модуля. Как и Salesи Коначалке Продолжение следует...